Гефсиманский сад Каждый стон говорит мне за тебя, за тебя, за тебя. Вот первый допрос у Анны, тестя Каяфы. Целый ряд свидетелей выступают против него, а он, он молчит. Что еще можно сказать в свое оправдание? А ведь было время, он говорил, и говорил так прекрасно, а теперь, а теперь он молчит. Это приводит в ярость его врагов. Они бьют его по щекам, плюют ему в лицо, и каждый плевок, каждая пощечина говорит мне за тебя, за тебя, за тебя. Пилат, этот римский жестокий воин, чье сердце неспособно было к жалости, увидев истерзанный лик Христа, сказал, Сеть человек, но толпа бушевала, толпа отрекалась, распни его, распни. Но прежде распятие, он должен претерпеть ряд поруганий. Вот тело привязали к позорному столбу, на плечи падают плети со свинцовыми наконечниками. И в каждом свисте плети, я снова слышу, за тебя, за тебя. Так за что же ты бьешь его? Римским воинам этого показалось мало. Они возложили на его чело терновый венок и били палками по голове так, что иглы впивались святое чело Спасителя. Струсилась пречистая святая крови. И каждая капля, каждая капля твердила мне за тебя, за тебя, за тебя. И вот, наконец, крест с качающимся Христом поднят. Теперь можно смеяться сколько угодно. И вот мы слышим на смешке слова. Других спасал, себя спасти не можешь. Сойди со креста теперь и уверуем в тебя. И вот мы слышим раздирающие душу слова. И ответ мы находим на страницах Священного Писания. За тебя, дорогой друг, за тебя, любезный слушатель, за всех нас, дорогие братья и сестры. За тебя, за тебя, за тебя.